Друзья, как вам известно, в России замедлили YouTube. Дальнейшая его судьба под вопросом. Поэтому, чтобы не потерять нас, смотрите наши видео на Ротюбе, ВК и Телеграм. Ссылки в описании. Если вы смотрели фильм «Летят журавли», то, наверное, помните эпизод в эвакуации, куда уехала семья Борозденых. Пока отец главного героя, Федор Иванович, тяжко трудился в госпитале, его племянник Марк посещал развеселые вечеринки и развлекал спекулянтов и барыг игрой на пианино. А разодетые вульгарные особы женского пола горланили под эту музыку романцы и требовали себе машину для покатушек по городу. Какую-нибудь, умоляю, пожарную, санитарную, грузовую, какую угодно. И катанем на зло природе. И ведь это была война мировая, когда и стар, и млад, когда вставай, страна огромная, когда, казалось бы, каждый был вовлечен во все для фронта, все для победы. Но так бывает только в идеальном мире, а реальный он суров на любую правду. А правда такова, что даже в те страшные времена существовали подобные тапперы марки и подобные шкурки, требовавшие в ситуации дикой экономии топлива и транспорта себе тачку на прокачку с ветерком. Потому что так возжелала ее левая пятка. Так чего мы удивляемся сегодня? Пока одни защищают честь Родины с оружием в руках, или плетут сети, или собирают гумпомощь, другие долбят по клавишам на Сейншеллах и Патти, ходят не в те двери, или вовсе делают ноги в забугор. И сидя пятой точкой в уютном кресле, обычно либо в стране победившей демократии, либо в стране, которая никогда не воевала с соседями, начинают моросить, по мнению здравомыслящих людей, запредельную ересь. Или же скрепы истины, по мнению людей, очень близко приорально знакомых с некоторыми разновидностями грибов, то есть всяческих либералов. Потому что если, ну вдруг, это не грибы, то мы вообще тогда умываем руки и теряемся в догадках. Яркий представитель такого либерала-эректуса Максим Пугачев, а в девичестве Максим Галкин, инагент. Куда он только не драпал, бедняга. Из воюющей России в мирный Израиль, из мирного Израиля, который неожиданно, ничего ж не предвещало. Начал давать жару, ломанулся на Кипр. От кипрской жары, которая выжила все соки из его престарелой молодухи, сбежал в Латвию. И отовсюду он шлет лучики добра и поддержки самому мирному народу и народу, живущему там, где редкая птица долетит до середины Днепра. Пока Израиль только раскачивался, Пугачев дзынькал себя по зубам ногтем большого пальца и клялся мамой, что встанет в один ряд с этим великим народом, если вдруг, не дай бог, что. Как только это, не дай бог, замигало сигнальными огнями, Пугачев, свергая пятками на сверхзвуковой скорости, отбыл подальше на остров, где над башкой ничего не свистит. С тех пор так и перемещается, отсюда туда, оттуда, сюда, не забывая лица, чувствующие слезы в запрещенной грамме двум великим державам. И, разумеется, шлепать в монитор ложки дегтя на Россию. Недавно Пугачев запилил очередной видосик, в котором наглядно показал, что такое ябеда-корябеда. На вопрос своих подписчиков, почему сударь молчит про город Курск и не молчит ни про Израиль, ни про птиц на Днепре, сударь не нашел ничего лучше, чем разразиться упрекаемыми и потыканием пальцев в сторону Шамана, Лепса, Бабкина и Газманова. Мол, они также не очень-то и говорят, на что получил полную Панаму в бушующих комментариях, в которых было и про Шамана, который перечислил миллион рублей в Красный Крест, помощь жителям города, и про остальных, которые, в отличие от Пугачева, никуда не уехали, а остаются со своей страной. Также комментаторы добавили, что каждый должен в первую очередь отвечать за себя и только за себя, а не за того парня. Странный малый этот Максим, если честно. Вот где у него голова? И что именно в ней находится? Вопрос риторический. Или возьмем Владимира Машкова, который привез в Севастополь благотворительный спектакль «Матросская тишина». Привез, несмотря ни на сложную обстановку, ни на сирены привез, потому что спектакль ждали люди, военные, их родственники, волонтеры и школьники. И делает так уж третий год подряд и говорит, «Вся наша труппа знает, куда едем, и знаем, зачем, ради чего, мы со своей страной, со своим народом». Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими родине. Думаю, этот процесс еще будет идти, прежде всего, в их сознании и сердцах. Уверен, еще наступит момент, когда они осознают, что потеряли свою большую страну, и тогда уже будем думать, что с ними делать. Прощение – одна из составляющих православия. Но прощают тех, кто искренне кается». Интересно, покается ли Максим Пугачев, да еще и искренне? Что-то нам подсказывает, что нет. Пока он только искренне не понимает, за что ему внедрили статус инагента. И вот уже в который раз подает апелляцию на его снятие, при этом продолжая делать то, что делал, то есть сочувствовать тем и поносит нас. Странный малый. И да простит нас Владимир Машков. Хрен ему о непрощении. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео. Реквизиты для поддержки в описании к видео. Реквизиты для поддержки в описании к видео.